МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любители экстрима окунулись в весну. В Архызе завершился фестиваль Архыз-фан-фест. Участники покорили горнолыжные склоны и прокатились по водной глади. Добрый вечер. На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. В России стартовал весенний призыв в армию. Согласно указу президента России Владимира Путина, весенний призыв продлится до 15 июля. С 1 апреля призывные комиссии начали рассылать повестки и направлять призывников на медобследование. После этого будут сформированы списки срочников, а призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок службы в этот призыв прежний – 12 месяцев. Подробнее об этом на брифинге сегодня рассказал военный комиссар в Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов. Из нашей республики призовут в Вооруженные силы Российской Федерации более 300 молодых ребят. Часть из них будет служить в войсках Национальной гвардии и Министерстве чрезвычайных ситуаций. Возраст призывников от 18 до 27 лет. Чаще всего для прохождения службы они распределяются в пределах Южного военного округа. Военный комиссар отметил, что изменения в законодательстве о вручении повесток через портал Госуслуг пока не приняты. И призывная кампания идет, как и в прошлые годы. Согласно указанию президента Российской Федерации, приказу Министра обороны, наши призывники, которые будут проходить военную службу по призыву, будут проходить службу только на территориях Российской Федерации, не на новых территориях. И в пунктах постановой дислокации. Особое внимание всем и военных комиссариатам, и командирам на местах дали указание о том, чтобы призывники не могут ни под каким прилогом попасть для участия в специальной военной операции. По сравнению с прошлыми призывами, количество призывников у нас практически одинаково. Потому что количество призывников в вооруженных силах остается на прежнем уровне. Численность вооруженных сил вырастает за счет военнослужащих, которые изъявили желание приходить военную службу по контракту. Глава Республики Рашид Тимрезов провел заседание антитеррористической комиссии с участием членов правительства, руководителей территориальных подразделений, органов безопасности и правоохранительных структур, военного комиссариата, а также глав городов и районов. В числе обсуждаемых вопросов совершенствования мер антитеррористической защищенности объектов, жизнеобеспечения и военкоматов. Еще одной темой стало обсуждение мер по совершенствованию работы органов исполнительной власти и местного самоуправления Республики при реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Рашид Тимрезов принял участие в работе заседания парламента Республики. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев рассказал об основных показателях оперативно-служебной деятельности подразделения МВД, а также обратил внимание на вопросы, по которым работа ведется недостаточно эффективно. Среди них обеспечение безопасности дорожно-транспортного движения. Несмотря на большую работу, которая ведется по улучшению качества дорожного полотна на федеральных и региональных дорогах, количество ДТП остается высоким. Рашид Тимрезов поблагодарил министра и обратил внимание коллег на то, что и дальше должны вместе работать над выполнением задач по обеспечению безопасности наших граждан, борьбе с преступностью, вместе противостоять любым проявлениям экстремистских и террористических проявлений. Не менее важные и ответственные задачи предстоит решить в текущем году. С учетом общественно-политических, социально-экономических и иных проблем, а также проводимые специальные военные операции, завершая выступление, хочу поблагодарить вас, руководителей органов государственной власти, местного самоуправления республики, за сотрудничество при обеспечении правопорядка, понимания и помощи в решении проблем, возникающих в деятельности органов внутренних дел. Уверен, что такое взаимодействие продолжится и в дальнейшем. Руководители рядом министерств Карачаева-Черкесии стали участниками заседания, на котором обсуждались вопросы государственно-частного партнерства по созданию объектов спортивной инфраструктуры. Там же был презентован один из возможных проектов, реализация которого предполагается в северной части республиканской столицы. Подробности в репортаже Артура Мхце. Таким видится возможным инвесторам одно из предполагаемых спортивно-досуговых учреждений Карачаева-Черкесии. Презентация проекта прошла в Доме правительства во время заседания на тему государственно-частного партнерства по созданию в нашем регионе объектов спортивной инфраструктуры. За пример успешной реализации был взят комплекс в набережных Челнах, который строители сдали всего за два года. Министерство спорта России в прошлом году проводили мероприятие «Всероссийское совещание» на территории Северной Осетии Алани, когда мы пригласили всех министров Северо-Кавказского федерального округа, презентовали все меры поддержки, которые существуют у нас в Министерстве спорта России. И мы уже говорим о том, что на территории республики будем реализовывать целых два проекта. Мы возьмем комплекс также 6000 квадратных метров, предусмотрим внутренние уличные бассейны, парковки, бани, сауны. Обязательно будет детский бассейн для создания семейного отдыха, кафе, массажные кабинеты, парковку. И есть своя особенность. Мы воспользовались, скажем так, той изюминкой, которая есть в Черкесске. Кто знает, город расположен над таким подводным озером с термальной лечебной водой. Озеро довольно глубоко. Но мы предусмотрим в своем проекте бурение скважины полтора километра глубиной. Учитывается в том числе такой нюанс, как более высокая сейсмичность региона по сравнению с Татарстаном. Предполагается, что проект, выполненный в формате семейного спортивного досуга, будет реализован на территории нового микрорайона Черкеска «Спутник» и станет центром притяжения для жителей и гостей Карачаева-Черкесии. Мы понимаем, что близость и жилых кварталов, и близость рекреационной зоны позволит привлечь клиентов. Кроме того, это первый этап большого рекреационного кластера. То есть мы понимаем, что для семейного отдыха мы можем разместить рядом, обязательно разместим. Это гостиницу, гостиницу, медицинский комплекс, потому что не воспользоваться возможностями термальной и лечебной воды с точки зрения инвестиционного проекта, мне кажется, было бы опрометчиво. Планируется, что благодаря государственно-частному партнерству этот проект можно будет реализовать в течение двух лет. Артур Махцей, Мухаммед Ишебоков, Вести, Карачаев, Черкесия. Сотрудники регионального филиала Россельхозцентра на своей территории создали мини-сад интенсивного типа. Помогали им в этом деле специалисты из Ставрополя. Ранее между ними был подписан договор о реализации саженцев через консультационный пункт Россельхозцентра. Кто еще принимал участие в создании плодового мини-сада? На что стоит обратить внимание, выбирая саженцы и какую цель преследуют организаторы, узнавала Альбина Ланкова. То яму надо выкапывать 25-30 сантиметров. Между рядами, а между деревьями 60 и между рядами 2 метра. У нас сад есть дома, там сажаем, каждый раз заменяем старые на новые. А ты уже знаешь, как за ними ухаживать? Ну, особо нет, но вот учусь, поэтому поступил, чтобы научиться, знания получить. Потом уже в дальнейшем самому ухаживать. Сейчас отец. Ахмед Нагаев пока еще студент агрономического факультета Северокавказской государственной академии. Он только на первом курсе, но уже имеет опыт работы и в саду, и в палисаднике. Помогая отцу учиться ухаживать за растениями, выполнять определенные обязанности. И в этот день вместе со своими однокурсниками получил практический опыт, как подобрать сорт и разместить дерево на площади. Шанс есть либо научиться, либо сейчас отказаться. Притаптывай. Хорошо, сильней. Рассаграном, сильней. Также важно, какая почва на участке. Яблони любят дерново, подзолистую, лесную, серую и черноземную почву легкого состава с нейтральной реакцией. Посадку саженцев производят на южной стороне участка вместе, защищенным от ветров. Сажается во внутреннюю сторону от столба. И когда оно будет разрастаться, оно будет в ту сторону. То есть не повредит она линию. Имеется вот капельница в эту сторону. Из года в год интерес к садоводству в нашей республике растет. Конечно, главной целью, как и в любом бизнесе, стоит прибыль. Но без любви к этому делу невозможен результат, поделились садоводы, рассказывая об особенностях работы с деревьями. Реализация республиканской программы по выращиванию мини-садов интенсивного типа на территории личных подсобных хозяйств Карачаева-Черкесии оказала финансовое обеспечение затрат на их закладку. Есть много желающих, кто хочет получить консультацию в создании плодового мини-сада у себя на участке и приобрести сертифицированные саженцы, гарантирующие в будущем получение качественного, хорошего урожая. «Наше предложение было тепло воспринято, и сверх того они предложили нам заложить мини-демонстрационный сад, чтобы каждый приходящий к нам мог не только купить, но и своими глазами увидеть, что ему продают. Этот опыт у нас будет первым». Высаженный мини-сад вместе с будущими агрономами станет маленькой копией садов Карачаева-Черкесии инвестиционного проекта садов Ставрополя. Общее количество яблонь – 120. Три разных сорта. Отличный рост подоношения цветения могут дать только хорошие саженцы. Сразу после посадки их обрезают и поливают. И тогда уже через год можно будет попробовать первые плоды яблок на вкус. Альвина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаева-Черкесия. В Доме печати прошла презентация шести книг известных писателей нашей республики. Мероприятие было организовано Республиканским книжным издательством. На встрече сами писатели рассказали о созданных ими произведениях. С новыми литературными творениями познакомился и Алихан Лепшоков. Каждая написанная книга – это вклад в развитие литературы и языка народов Карачаева-Черкесии. Шесть новых литературных трудов известных писателей стали результатом слаженной работы коллектива Республиканского книжного издательства. Сегодня для нас всех это знаковое событие, это праздник, когда выходит в свет новая книга наших известных авторов. Большая честь, конечно, присутствовать на таком мероприятии, говорить с авторами книг. Работая над созданием книг, раньше как-то я больше популяризировала литературу, а сейчас, когда создание книг, несколько чуть другая работа. И я хочу сказать, что приходится влезать в саму книгу, в саму сердцевину этой книги и посмотреть, как она рождается. Рождение книги подобное рождению ребенка. Книга абазинского поэта, ведущего программы радиовещания ГТРК Карачаева-Черкесия Хаджисмиля Аджибекова «Мгновение моего времени» состоит из стихов в народном языке. В здание вошли и поэтические переводы. Я, коротко, если сказать, свою жизнь показал как бы поэтическими строками. Ну и поэма Мухаммеда Агачева, это название говорит, кто является героем этой поэмы, это сам художник. Вышел в свет и библиографический указатель, посвященный 100-летию народного поэта Азамата Сюинчева под авторством его дочери, доктора филологических наук Татьяны Чанкаевой. Она издала этот указатель, который первоначально имел основу, изданную в 98-м году московским издательством. Потом 25 лет пробиваться к издательству было невозможно. Презентовали на мероприятии патриотический сборник Магомеда и Рима Утемисова, куда вошли стихи и песни на ногайском языке. Интересным романом будет для читателя произведение Ольги Михайловой «Молот ведьм» оборотни Митрофаневского погоста. Литературный сборник черкесского поэта, председателя регионального отделения Союза журналистов России Увжука Тхагабсова позволит окунуться в лирический и глубокий мир автора. И еще был представлен третий том собраний сочинений классика ногайской литературы народного писателя Карачаева-Черкесии Суина Капаева. Каждому из писателей вручили их авторские экземпляры и пожелали творческого вдохновения. Алиханин Пшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева-Черкесия. В Архызе завершился весенний фестиваль любителей экстрима и креатива Архыз Фан Фест под девизом «Окунись в весну». Весело и спортивно проводить сезон катания и буквально окунуться в весну приехали любители и спортсмены из разных российских регионов. В рамках фестиваля был организован спуск по трассе, на горных лыжах и сноуборде в необычных костюмах, где участники финишировали в бассейн с водой. Традиционный фестиваль «Окунись в весну» в Архызе ознаменовал переход от зимнего катания к весеннему. До официального закрытия горнолыжного сезона на курорте предположительно осталось две недели. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите интервью главного врача Карачаева-Черкесской республиканской детской больницы Тамары Лайпановой. Тема – второй тур вакцинации от полиэмилита. Слово Мадине Каракетовой. Здравствуйте, Тамара Ахматовна. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились принять участие в нашей программе. Вам спасибо. Буквально недавно завершился тур по вакцинации от полиэмилита. Скажите, пожалуйста, бывала ли действительно вот эта опасность и существует ли она до сих пор? Туровая вакцинация, она проводится не первый раз. Фактически это была превентивная мера для того, чтобы нам не иметь этот вирус, который с измененными патологическими свойствами попал на нашу территорию, заразил детей, которые не имеют хотя бы три вакцинации. Для этого как бы упреждающее было принято решение по рекомендации, настоятельной рекомендации главного санитарного врача России Поповой, главе нашей республики, Рашиду Борисовичу Темрезову, чтобы провести у нас туровую вакцинацию, потому что у нас очень много непривитых, очень много отказов. И ковидные времена осталось, выпали очень много детей без прививок. То есть это было с целью защитить детей до того, как опасность будет у порога. Но опасность действительно недалеко от порога. Ведь в Дагестане уже выявлен этот вирус, даже есть больные. Ведь в Ингушетии, в Чечне выявлен вирус. Вы спросите, как выявляется вирус? Наша страна. Доверяйте своей стране. Наши органы санэпиднадзора постоянно ведут надзор над нашей средой обитания. Это вода, это сточные воды. Заводятся ли там какие-либо опасные вирусы? Эта работа проводится рутинно и постоянно. И чтобы не были выявлены эти вирусы, которые в соседних субъектах были выявлены, и было принято очень правильное, по моему мнению, решение, не только по моему, но нашего всего врачебного сообщества, я очень надеюсь, что нас поддерживают все родители, большинство родителей, провести туровую вакцинацию детям. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, что такое полиэмилит и какую опасность для детского здоровья несет это заболевание. Полиэмилит – самое такое инвалидизирующее и убивающее из детских инфекций. Ведь известно, что до прививочный период, до пяти лет, не доживала половина родившихся детей. То есть тысячи родились, к пяти годам оставалось их 500 детей. Это страшные цифры. Благодаря вакцинации эта цифра сейчас очень маленькая. Слава Богу. И полиэмилит – одно из тех заболеваний, которое косило, буквально косило детей до прививочный период. Это прививки рутинные начались в 50-60-е годы. Спасибо им большое, что не только родители, но и сами медики основательно забыли, что такое полиэмилит. А это поражение вирусом спинного мозга, моторных ядер. Сейчас все и анатомию проходят, прекрасно знают, что спинной мозг – это то, что движет нашими мышцами. И при поражении этим вирусом этот вирус именно легко проникает через барьер и легко попадает в орган-мишень. Если, например, вирус гепатита B, ему, этому вирусу нужна печень, так устроен микромир, то вирусу полиэмилита нужны двигательные или моторные ядра спинного мозга. И когда они поражают их, они перестают работать, они погибают. И следом погибают мышцы, которые дирижируются этими нейронами. Это огромная трагедия, это паралич. И ничего в мире не восстановит эти погибшие мышцы. И в зависимости от того, какие мышцы поражены – ног ли, рук ли, дыхательная мышца, диафрагма – ребенок становится инвалидом, ну и смертность большая. Поэтому это считалось одной из таких очень тяжелых инфекций – паралич детского возраста. Прошу не путать родителей, уважаемые родители. Детский церебральный паралич и полиэмилит – это разные заболевания. Полиэмилит поражает мышцы, мышцы перестают работать. Мозг, если ребенок выжил, прекрасный ум, прекрасная голова, но какая-то определенная группа мышц не работает. Или он садится на инвалидную коляску. Есть дети, если дыхательная мышца поражена, то всю жизнь на искусственной вентиляции легких. То есть это одно из тех заболеваний, которое сопровождало человечество на всем пути его развития. Кстати, в Индии и в Китае не знают, что такое отказ от вакцинации, потому что они еще помнят полиэмилит. Их молодые поколения еще помнят полиэмилит. Страх родителей был вызван не столько самой вакцинацией, сколько качеством этой вакцины. Говорили какие-то страшные вещи, говорили о последствиях, которые может эта прививка вызвать. После вакцинации дети заболевают, становятся инвалидами, бывают какие-то реакции организма. Тамара Ахматова, насколько обоснованы были эти страхи? Что Вы можете сказать по этому поводу? Спасибо за этот вопрос. Я скажу следующее. Доверяйте своей стране, в которой Вы живете, которая Вам обеспечивает безопасность среды, в которой Вы живете. Качество вакцин, которое предоставляется для вакцинации детского населения высочайшего уровня. Наши вакцины приобретают очень много стран. У нас традиции производства вакцины, биологическая промышленность наша, она у нас как бы не зависит от внешних причин, не зависит от санкций. И производятся у нас вакцины очень высокого качества с 50-х, 60-х годов прошлого века. И именно вот эта живая оральная полиэмилитная вакцина позволила свести, в общем-то, сделать Россию территорией, свободной от полиэмилита. И мы получили сертификат территории, свободной от полиэмилита в 2002 году. Всемирная организация здравоохранения признала по всем нашим показателям. Это благодаря этой живой вакциной. Я бы хотела вот еще один момент, если у меня получится, послушайте меня, пожалуйста, внимательно, разложить по полочкам. Страх перед живой вакциной, да. Санпин, так называемые, санитарные правила требуют с нас, чтобы ребенок, который не получил три прививки, не контактировал с оральной, то есть живой полиэмилитной вакциной, которую мы капали. Родители, которые сейчас отказываются, они в детстве получили эту вакцинацию и туры, и в календаре прививок массу этих прививок. И вот страх перед этой живой вакциной, пусть этот страх перед этой живой вакциной у вас не перевешивает страх перед патогенным вирусом, который придет и поразит фактически непривитых детей. Независимо, крепкий они, крепкий у них иммунитет или у них есть какие-то фоновые заболевания. А почему же вот такой страх возник перед этой оральной вакциной? Это вот следствие заботы, заботы любой страны о детях, единичных детях, которые рождаются с врожденным иммунодефицитом. У них недостаточно антител. И они даже на живую вакцину, в эру пока не было инактивированной полиэмилитной вакциной, это было семь детей на всю Российскую Федерацию, которые давали даже на живую ослабленную вакцину клинику полиэмилита. И вот эта профилактика, мы не знаем, кто эти семь детей. Мы не знаем 104 тысячах детского населения, есть ли тот единственный ребенок без прививок. Но такова забота государства, таково отношение к детям, такова ценность каждой человеческой жизни такова, что, чтобы 7-8 детей, которые до появления инактивированной полиэмилитной вакцины, ну, в 2011-2012 году, вот только-только, мы всем капали. Вот эти 7-8 детей ежегодно заболевали. Чтобы эти дети не заболели, мы всех защищаем. И вот этот страх перед живой вакциной перевесил страх перед вирусом, который стоит у порога и который может поразить всех, буквально всех, тех детей, которые сейчас очень их много было непривитых. Я благодарна, вот, так сказать, Всевышнему, что вот сейчас идет, прошла туровая вакцинация, она позволила, были дети, которые не были привиты в ковидный период, которые выпали, вот, как бы, из внимания, не из внимания, а родители как-то вот решили пока не прививать. И вот они все в этот период привились. Около 35 тысяч детей привиты в Карачаево-Черкесии. Среди них я, поверьте мне, я занималась вакцинацией, делала индивидуальные календари прививок по всей республике детям. Очень много детей, которые не имели прививок, начиная, ну, до 8, до 10 лет были, которые вот 80-летние без прививок привились. То есть благо от этого тура огромное. А кто имеет, значит, убеждение, что совсем не вакцинируют детей, очень хочется, чтобы они взяли... Ну, в интернете сейчас все есть. Посмотрели в интернете не антипрививочный ролик, который может очень талантливо быть создан. Многим антипрививочным роликом 20 лет назад разоблачили еще... Западные страны разоблачили. Многие такие талантливые, вот там под эгидой Дениру или кого-то, ролики разоблачены уже. А к нам они только попадают. И не этот ролик посмотри, не эти ролики посмотри, не эти антипрививочные выступления, которые зачастую там какие-то аюрведа, там медицина тибетская. А именно прочитали, что такое полиэмилит. Вбили полиэмилит, как заражается ребенок, что антивирусной терапии нет, другой формы защиты, кроме прививок, нет. Лекарства человечество от этого вируса не придумало. Очень молниеносно протекает заболевание, что и не успеешь диагноз поставить это лекарство. Подать уже ребенок, который 3-4 дня бегал чуть ли не по потолку, навсегда перестал ходить. Поэтому прочитайте, взвесьте, все он за себя не может решить. Вы за него решаете. Напоминаю, что сегодня актуальное интервью нам давала доктор Тамара Ахматовна Айпанова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok